здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы с вами поговорим о бархатцев это любимый цветки однолетники которые есть каждом цветнике ну мы поговорим о том какую пользу эти растения могут принести нам осенью в нашем земледелии то есть как вырастить хорошие овощи все при помощи бархатцев что они нам какую пользу они нам окажут ну во-первых давайте разбираться что бархатцев у цветоводстве существует как бы три вида бархатцы высокие бархатцы средние или отклоненные и бархатцы низкие совсем низенькие значит в смысле что мы будем говорить именно бархатах отклоненных или средних почему потому что наибольшая фитонцидная способность именно у этих сортов бархатцев это раз во вторых эти бархатцы наращают хорошую массу высокие бархатцы наращивают точно так же хорошую массу, но там фитоноцидная способность слабее, чем у таких бархатцев. Вот почему мы обращаем внимание именно на эти бархатцы. Что нам бархатцы помогали летом? Ну, летом бархатцы нам отгоняли плюс наших посадок. Точно так же летом бархатцы отгоняли колорадскую жука с картофеля, потому что он тоже не любит запаха бархатцев. Корневые выделения бархатцев, которые шли в почву, они убивали в почве аниматоду. Поэтому на следующий год на этом месте могут спокойно расти любые культуры, которые повреждают аниматода. То есть это может быть и картофель, это могут быть те же флоксы, лилии, это может быть и та же клубника может хорошо расти. После бархатцев эти культуры будут расти превосходно. Всем известно, что бархатцы помогают искоренить опасную аниматоду, но мало кто знает, как они это делают. Дело в том, что корни бархатцев выделяют особенно привлекательные для нематод вещества. Учуяв их в почве, все нематоды с округи сползаются к ней. Но добравшись до корней, обнаруживают, что они не могут в них внедриться и вызвать, так сказать, заболевание и погибают от голода. Сейчас, когда наступает осень, конечно, нематоды уходят на покой. Почва потихонечку остывает, но мы с вами можем даже осенью бархатцы использовать для того, чтобы защитить свой сад. Ну вот сейчас, как бы еще бархатцы наши цветут, так мы еще можем приготовить бархатцев. Значит, что? Это взять массу, которая не убита морозами. А почему не убита морозами? Потому что если она не убита морозами, значит, у ней очень много фитонцидов. Если мы будем собирать бархатцы уже после заморозков, когда они уже почернеют, значит, уже такой пользы от них не будет, потому что химический состав бархатцев меняется, и они тогда пригодны больше на компостирование. Только на компостирование у нас пойдут. А сейчас, пока они такие, как бы, еще живые, свежие, значит, мы их будем использовать. Ну, первое, что соберем, семена, конечно, для того, чтобы иметь эти растения на следующий год. Собрали семена, ну и вот после этого мы наши бархатцы выкапываем из земли, вот, или выдергиваем, тут уже непринципиально, измельчаем на мелкие части, вот, и закапываем почву. Закопали почву, бархатцы будут иметь такую же хорошую способность подавлять почвенную нематону. То есть, если у вас планируется градко посадить землянику садовую или клубнику, как мы привыкли называть, значит, мы эту почву заделаем зеленую ботву бархатцев. Заделали, перекопали, смело можем высаживать весной на эту градку наши усы. Потому что за зиму бархатцы убьют всю нематону, которая находится в почве. И, кроме того, серой гнили почвы также станут гораздо меньше, потому что они действуют не только на вредители, но также и на многих болезней. Они тормуют развитие болезней, ну и многие болезни просто падают в спячку или погибают вовсе. Хотите усилить эффект? Пролейте грядку антистерней. Бархатцы, другие растительные остатки и даже маленькие ветки быстро превратятся в полезные удобрения. Следующее, что еще можно сделать, можно эти бархатцы высушить. Просто берем бархатцы и высушиваем. Высушиваем для каких целей? Если вы высаживаете капусту, так вот, потом эти сухие бархатцы, ну, можно их измельчить чуть-чуть, мы будем добавлять где-то, ну, по-немного, полгорсти, например, под каждую рассаду капусты. Добавим капусты, под капусту, это, во-первых, не вредно для растений, для земли. Для земли это органика, а компустную муху, личинки не заведутся, потому что капустная муха не будет откладывать яйца. Запах бархатцевой земли будет отгонять капустную муху. То есть наша рассада будет расти хорошо, развиваться хорошо, и в то же время мы не будем использовать никакую химию, натуральное средство. После заморозков не выбрасывайте бархатцы на компост. Аккуратно выдернув, их можно разложить между рядками нашей клубники, земляники садовой. Это защитит ваши растения, во-первых, от заморозков, создав такую вот мульчу, а во-вторых, оно отпугнет многих вредителей, типа мышей, своим запахом. Мыши, полевки не любят резкие запахи, и таких грядок они будут избегать. Ну и еще полезно учесть вот такой нюанс. Это как бы с опыта поделюсь. Значит, что если мы бархатцы высаживаем вокруг каких-то культур, которые поврождают нематода, возле той клубники, клеммальцев или прочее, значит, расстояние надо сделать как минимум 30 сантиметров, не менее. Почему? У меня был печальный опыт. Росла целый рат рос клеммальцев, и я очень близко посадил бархатцы. Мне казалось, что бархатцы, эта культура такая карликовая, низкая, она и была низкая, вот, пока не поселилась возле клеммальцев, и она будет хорошо защищаться от нематоды. Ну, казалось, опыт такой, как бы негативный. В чем? Бархатцы, знаешь, забирали все питание, которым подкармливают клеммальцы, бархатцы поднялись, клеммальцы стали чахнуть на глазах. Когда я взял, вырыл пару бархатцев, я увидел, что бархатцы забирают не только питание, но бархатцы забирают и всю воду. Поэтому клеммальцы стали чахнуть, потому что они попали в угнетенные условия. Поэтому имеется 30 сантиметров, как санитарные, от культур, которые будут защищать, ну, культур, которые бархатцы будут защищать. Оставляйте такое расстояние, такой вот опыт. Так что на следующий год, если вы сделаете, с этим бархатцем посеете, вы же можете посеять и для красоты где-то в цветнике, вы можете какую-то градку отдать специально для бархатцев, для того, чтобы иметь зеленую ботву потом, к следующему году, и иметь для удобрения градок, потому что картофель тоже после бархатцев будет расти превосходно. Вышли университеты, там гектары. Если вы не ставите гектары картофеля, значит, это очень хорошее средство для оздоровления почвы. Поэтому садите, высевайте бархатцы, но не забывайте, что эта культура все-таки теплолюбивая, ведь она родом происходит из Мексики, где климат субтропический, поэтому заморозка она не переносит. Не спешите с посевом бархатцев, лучше занимайте где-то отдельную градку, если не позволяет место, или садите по краям, чтобы иметь материал, ну а потом зимой, ну не зимой, а осенью использовать уже зеленую массу. Если у вас бархатцы завязали семена, соберите, пожалуйста, их на весну. Таким образом, вы себя обеспечите посадочным материалом, семенами, для собственных сидератов. Вы их сможете высеять весной в очень большом количестве и таким образом оздоровить почву. Я вам скажу, что использование бархатцев в качестве сидерата способно уничтожить до 90% нематоды, которые могут обитать у вас в почве. И значительно бархатцы ее оздоровят и обогатят органикой. Покупать семена, конечно, хорошо. Покупайте сортовые, заведомо качественные семена, которые дадут вот красивые цветки. А самосборные семена используйте для посева как сидераты. Мало кто знает, что бархатцы можно использовать в пищу. Цветки из серединки выдергивают, пока цветочки еще молодые, сушат и используют как заменитель шафрана. Это так называемый имеретинский шафран. Так что польза от бархатца очень большая. Я еще раз повторюсь, при посадках они сразу корневым выделением убивают нематоду. Запах вот этой всей листвы, цветков, его отгоняют тлю, отгоняют колорадского жука. Ну а сушеные бархатцы отгоняют личинок капустной мухи. Они просто-напросто не заводятся в почве. Так что вам успехов, хороших урожаев на экологически чистой продукции. До свидания.